Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Game. С вами я, Скиф, мы продолжаем играть в Clash of Clans. Видео по Clash of Clans давненько не было, а всё почему. Во-первых, у меня было довольно мало времени играть в него, во-вторых, особо ничего интересного-то и не происходило. Сейчас у меня что-то войско забито, я по-прежнему играю шарами и мухами. Собственно, продолжаю и планирую в дальнейшем ими играть. Какие у меня цели на данный момент? У меня вот недавно построилась ратуша восьмого уровня, и я собираюсь всё потихоньку подтягивать на этот уровень. Соответственно, когда я конкретно уже так довольно основательно обоснуюсь на восьмом уровне, подтяну всё, что я хочу, построю тут драконов, их улучшу. Поставлю на улучшение. Кстати, тут тысячу надо. Надо, кстати, вот поставить на улучшение, чтобы улучшить шары на пятый раз. Мне шарики нужны. Здесь я особо ничего не изучал, ну, банки проапал, соответственно. Банки у меня проапаны, да. Даже немножко шахты поапгрейдил, потому что, ну, не было времени на что-то более серьёзное. Заборы я тоже подтянул. В принципе, у меня сейчас время появилось. У меня тут даже маг за забором, его, кстати, надо тоже поставить на улучшение. Хм, да. Такие дела. В общем, посмотрим, как на меня нападали. На меня чё-то... Где-то меня разбивали неплохо. Ну, не в эти разы, да, не в последние. Где-то атаковали. Вот здесь чё-то он пытался изобразить. Ну, вот здесь, в принципе, четвёртыми лучницами целой пачкой смог подограбить. Здесь вот конкретно ограбил пятыми лучницами и седьмым королём. Ну, а в целом... В целом вроде всё спокойно. Ну, здесь меня тоже ограбили неплохо. Тут пятые. Тоже воины. Серьёзно. Вот здесь вторые драконы. Здесь меня тоже грабили. Здесь меня грабили. Здесь меня грабили. О, боже. И здесь меня грабили. О, когда это было. 12 дней назад. Ну, да. Интервалы по дням-то, конечно, большие. Мои атаки. Хм, последняя неплохая. Предпоследняя. Тут чисто за эликсиром погнался. Здесь неплохо нафармил. А, вот этот бой слитый чисто. Видите, у меня всего лишь 5 мух выпущено. Это по той простой причине, что у меня... Интернет оборвал сам. Я играл не дома. То есть у меня был не Wi-Fi. У меня было 3G. И 3G, конечно, подвело. Это печально. Здесь неплохо награбил. Здесь тоже неплохо денег уволок. Здесь и того, и того в целом неплохо. Здесь тоже всё нормально. Здесь как-то всё печально. Ну, не помню почему. Здесь просто, видать, мискликнул. Нечаянно выпустил один шар. Да, такие дела. Ну, давайте посмотрим. Начнём с чего. Ну, с фейл смотреть не будем. Понятно. Вот тут что-то я много всего утащил. Ну, это, скорее всего, брошенка на виде какого-то паука. Я опускаю шар, чтобы он попытался вытянуть из клана каста что-нибудь. Но там, по всей видимости, ничего нет. Я немножечко думаю, откуда завести шары. Шаров у меня здесь мало. Всего лишь 18 штук. Ну, и очень много мух. Мухи, соответственно, идут в бой в большом числе. Здесь воздух не проапгрыженный. Вот здесь вот посильнее воздух. Я вот думал заводить с той стороны. Но решил всё-таки с этой стороны все ресурсы с этой стороны. Поэтому почему бы нет. Даже если они потом убьются в воздух. Ничего страшного. Но получается так, что, в принципе, неплохо мои двигаются. Я тут в помощь ещё мух выпускаю справа. И в целом всё для меня неплохо развивается. Ну, как я говорил, уже это не сложная база. Это брошенка. Поэтому это просто фарм. Второй король пытался куда-то убежать. Ему тоже это не удалось. Ну, давайте ускорим. Сношу, сношу, сношу. Ну, и, в принципе, всё. Неплохо так зафармил. Но это чисто повезло. Так, давайте ещё посмотрим. Может быть, что-то повесельше. Вот здесь я что-то мало вытащил. На 100% снялся. Но это, видать, всё, что было. Ну да, здесь вообще стрёмная база. Да. У меня, по всей видимости, не было времени искать что-то более подходящее. И поэтому то, что было. Я вытягиваю из кланка слалучниц. Пытаюсь их взорвать шарами. Но они шары не очень быстро убивают. Поэтому получается только одну группу захватить. Потом второй шар у меня пролетел, никого особо не задев. Я решаю, что тупо выпущу мух. Мухи уже как-то справляются. Ну, а тут, в принципе, дальше, очевидно. Шары. Один хил. Зачем хил был вообще непонятно. Тут, в принципе, без хила бы всё прекрасно обошлось. Ну и, ну, обычно, когда где-то в дороге играешь, перестраховываешься. Если нет времени контролировать всё полностью. И лучше заранее бросить иную раз хилку, чем потом слить из-за этого бой. Так, тут у нас что? А, последний бой. 67%. Ну, неплохо так нафарм. Ага, ну, тут уже база посерьёзнее. Единственное, что у неё воздух почему-то за периметром. Она явно не брошенная. Здесь ещё один воздух строится. А, ну, я тут решаю атаковать пачками. Моя основная цель — разграбить все ресурсники. Потому что я всю базу не хочу сносить. Ну, это можно попытаться сделать. Но я решаю, что всё-таки ресурсы как-то предпочтительнее в данном случае. Потому что, тем более, мне эликсир нужен. Так как я шарами воюю, шары, они довольно дорого стоят. Плюс банки. Ну, и видели, да, тут была очень мощная воздушная бомба. Просто снесла огромное количество моих шаров. Там пошёл хилл, который не особо-то чем помог. Мухи. Мухи ещё не все выпущены. Сейчас ещё где-то пачка мух пойдёт. Так, где этот десяток мух будет? Мне вот этот маг, конечно, мешает. Сколько может? Да, ещё есть десять мух. Пошли сюда, на эту сторону. И, в принципе, я уже неплохо. 237 эликсира. И чёрного сейчас награбим. Чёрный пошёл. Ну, и эликсир, в принципе, тоже. Ммм, эликсир, в принципе, удалось довольно много забрать. Ну, и денег, соточку, в принципе, тоже хорошо. Ну, и чёрного тыщу. Минимум я мух оправдал. Ну, да. Конец боя. В принципе, довольно неплохо. Окей. Теперь, что нам нужно сделать? Нам нужно сходить в атаку, по всей видимости. Я хочу поставить эту. Это мне надо принести эликсира. 2-300. Король у меня, конечно, сейчас... Ну, расположение базы я всё буду сейчас переставлять, всё менять. По той простой причине, что мне надо много чего строить. Так, войско мне уже ничего не надо. Защита мне стена, башня луч, мортира, воздушная оборона. Видите, да, тут ещё Тесла одна. Скелеты в шкафу. Ну, вот у меня буквально недавно ратуша поставилась. Это всё недавно появилось. Хижина строителя. Ну, у меня столько денег нету. Скважина ещё одна. Ну, скважина в последнюю. Черить золотохранилище. Это всё тоже всё понятно. Такие дела. Я единственное, что поставил строицу. Где она? Два дня. Тёмную казарму. Соответственно. Давайте сейчас попробуем найти какого-то оппонента и атаковать его. Почему бы нет? Заодно, может, удастся что-то нафармить. И давайте я, наверное, не буду вас утомлять поиском противников, а вернусь, когда уже конкретно кого-нибудь найду подходящего. В принципе, нашёл. Она довольно лёгкая база, поэтому тут, думаю, вообще проблем никаких у нас не должно быть. Просто. Быстренько зафармим. Проверочку закинули. И я думаю, тут можно тупо вот с этой стороны напасть. Особо не опасаясь ничего. И пустить мух. Шары, в принципе, со своей задачей довольно быстро и активно справятся, я думаю. Тут даже не хилку, ничего не надо будет тратить. Просто фарм. Собственно, поэтому я и не записываю видео, но просто фарм показывать, я думаю, не очень интересно. Но, когда появится клан, появятся боевые видео. Атаки. А, пускай король погуляет, чё бы нет. И это уже должно быть гораздо интереснее. Но, это когда появится клан, собственно. Это будет позже. Можно было даже, наверное, не все шары выпускать, зачем я их все выпустил. Все, в принципе, подфармил, без каких-то проблем. Соответственно, у меня теперь есть деньги вот эту на улучшение поставить. И маг, пускай здесь поулучшается, почему нет. Хорошо. Так, у меня теперь денег-то осталось на мои шары. Шесть. Так. Где еще шары? Сколько это у нас денег тратится? Ага, 70 тысяч не хватило. Окей. Ну, остальное мы можем попытаться добить мухами. Нет, мухами мы не добили. А второй домик для мух у меня еще только строится. Ну, барак, само собой. Ну, соответственно, еще раз поясняю. Когда я раскачаю восьмую базу на тот уровень, который меня удовлетворит, собственно, я сделаю клан. И тогда будет больше видео, будет клановые битвы и все прочее. Ну, а пока что на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих сериях. Всем все хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok